МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу журналистских расследований Инсайт. Меня зовут Дмитрий Пастухов. И сегодня в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смертельная погоня за энергосбережением или же опасные примеси в бытовом газе. В чем причина постоянно возрастающего числа случаев отравления угарным газом и как обезопасить себя и свою семью? Получить положенное по закону. Оказывается, эта задача не из легких. Оказывается, она может быть еще сложнее, если речь идет о человеке с ограниченными возможностями. Судебные разбирательства и беспощадная бюрократия. Есть ли шанс у матери ребенка-инвалида победить в сражении с ветряными мельницами? Каждый год спасатели и медики регистрируют все больше случаев отравления угарным газом. И каждый год, несмотря на все предупреждения экспертов, количество жертв лишь растет. В чем же кроется корень проблемы? И можно ли говорить об ухудшении качества самого бытового газа? В этом разбирался Илья Дачар. Раз за разом в эстонских СМИ мелькают страшные новости. Кто-то отравился угарным газом. В частном доме в Хаберсте обнаружены тела двух детей с признаками газового отравления. В Пыхья-Таллине человек попал в больницу из-за отравления угарным газом. В Нарве подросток отравился угарным газом. И это только за последний месяц. Об опасности говорят и спасатели, и медики. Наши команды все чаще принимают вызовы, в которых первое, что говорит человек, это что у него какая-то проблема с угарным газом. За последние пару лет удивительно часто скорая принимает вызовы в дома и квартиры, где в ванной человек потерял сознание. Один из наших телезрителей, химик по образованию, сообщил, что еще несколько лет назад этой проблемы практически не было. Раньше не наблюдалось столько случаев отравления газом, несмотря на недостаточный контроль устройств и отсутствие датчиков. О том, что число случаев отравления угарным газом увеличивается, говорят и специалисты экстренных служб. Факт в том, что 20 лет назад таких случаев не было. Теперь они появились. Я только недавно посмотрела статистику этого года. На самом деле сейчас, к концу октября, мы уже достигли числа вызовов, которые было за весь прошлый год. Так почему же случаев отравления угарным газом становится все больше? Автор письма предполагает, что проблема кроется в химическом составе бытового газа. Я предполагаю, что нарушены стандарты безопасности, если таковые существуют. Некоторые партии газа содержат токсичные компоненты. Мы не делаем токсикологический анализ всем подряд. Для этого должна быть какая-то гипотеза, на основе которой судебные медики или специалисты должны исследовать анализ крови. Искать каждый раз всю таблицу Менделеева на всякий случай невозможно. Тем более, что симптомы пострадавших действительно похожи на отравление угарным газом. Это происходит быстро. Человек не особо это замечает, поэтому первые тревожные симптомы, похожие на слабую высотную болезнь или легкое чувство, будто находишься в помещении, где мало воздуха. То есть немного болит голова, в глазах рябит. А это значит, что какой-то из компонентов бытового газа потенциально может быть токсичным сам по себе или препятствовать его полному сгоранию. Угарный газ выделяется, когда газ, купленный в магазине, или газ из трубы горит, но процесс горения неполный. Но как это определить? Наиболее простой, пусть и не самый надежный способ по цвету огня. Именно цвет огня вызвал беспокойство у автора письма. Подозрителен также оранжевый цвет пламени. Синее пламя – это, скажем так, хороший газовый огонь. Если он начинает желтеть, это значит, что сгорание неполное и выделяется угарный газ. По мнению автора письма, одной из возможных причин ухудшения качества бытового газа может быть добавление сланцевого газа. Когда-то давно сланцевый газ был в трубопроводе. Его даже отправляли из Эстонии в Петербург. Но эти времена давным-давно прошли. Думаю, лет 20-30 назад. Никакого смешивания нет. То есть сланцевый газ не смешивают с бытовым. Но как тогда объяснить изменившийся запах? Газ является смесью многих компонентов, и в последние годы его состав и запах изменился. Насколько я знаю, ароматизатор действительно изменился. Сейчас используют ТХТ. А что было 10 лет назад, я не могу сказать. Иными словами, изменился только безвредный ароматизатор. Тогда может быть токсичен какой-то другой компонент? Основной компонент природного газа — метан. Его там 96-98%. Потом начинаются другие углеводороды. Этан, пропан, бутан, вплоть до гексана. Все углеводороды. Бытовой газ не ядовит. Он не может вызывать проблемы со здоровьем. Но это, если речь идет о газе, который соответствует всем требованиям. Можем ли мы быть уверены в его качестве? Газ попадает в Эстонию через пограничные станции. А станции оснащены устройствами, которые позволяют эти параметры измерить и оценить. Характеристики газа оценивают при помощи автоматических хроматографов, которые осуществляют проверки каждые несколько минут. По мнению эксперта, это исключает вероятность попадания газа плохого качества в квартиру к потребителю. По сути, станция автоматически остановится, если такая ситуация произойдет. Но такого еще не происходило. Еще один аргумент — ежемесячные отчеты о составе газа, которые есть в свободном доступе. Если смотреть «Эллеринг Лайф», там есть и ежедневные данные. Конечно, не полный состав, но есть важные параметры, вроде энергетической ценности и числа ВОББ. И бумаги, и данные в онлайн-системах говорят о стабильно высоком качестве поступающего из России газа. Конечно, они меняются, но очень незначительно. Очевидно, проблема не в химическом составе газа. Вероятнее всего, ее следует искать в устройствах, которые этот газ сжигают. А они уже находятся в сфере ответственности Департамента технического надзора. С угарным газом очень много проблем, потому что люди по незнанию создают у себя дома ситуации, которые могут быть для них опасны. Мы уже выяснили, что 20 лет назад проблемы с отравлением угарным газом не было. Едва ли новые современные устройства могут быть реальной причиной смертей. Одна из распространенных проблем в том, что устройство должно быть соединено с трубой, а в реальности этого соединения нет. Все, что выделяется в процессе горения, остается в той же комнате, в том числе и угарный газ. И всем этим продуктам горения некуда деваться. Иными словами, газовые устройства устанавливаются неправильно. Другая частая проблема в том, что помещение перестроено таким образом, что воздух, нужный для горения, туда не попадает. Мы видим, в каких условиях используются эти устройства. Они все же сравнительно плохие именно с точки зрения притока воздуха. Раньше все держалось на естественной вентиляции. Сегодня для сохранения тепла люди перестраивают свои дома, а газовое устройство в таких условиях не может нормально работать. Квартиры стараются утеплять, и если во внешней стене есть вентиляционное отверстие, оттуда идет холодный воздух. Разумеется, это мешает. И люди не осознают, что на самом деле крайне важно держать эти отверстия открытыми. Другой причиной нехватки воздуха в помещении может стать принудительная вентиляция. Иными словами, кухонная вытяжка или обычный вентилятор. Если, например, в ванной есть вытяжной вентилятор, который вытягивает часть воздуха из помещения, это, в свою очередь, увеличивает вакуум в комнате. И, скажем так, воздух начинает идти не по тем каналам, например, из трубы обратно в помещение. Если угарный газ не может уйти нормально по дымовой трубе, его начинают затягивать в помещение. Особенно в случае, если еще включить кухонную вытяжку, которая понизит давление в помещении, и вентиляция будет работать неправильно. То есть проблема в необдуманном строительстве и в том, что люди не учитывают особенности газовых систем. Газовое устройство может работать исправно, но если в комнате заканчивается воздух, то есть кислород, нужный для горения, тогда даже технически исправное устройство начнет вырабатывать угарный газ. Пытались сохранить тепло, а лишили огонь воздуха. В результате угарный газ и реальная опасность смерти. Из-за этого в строительных работах, связанных с газовыми устройствами, есть правило – сам не лезь. Надо вызывать специалиста, который работает с такими устройствами. Он может осмотреть эту комнату, убедиться, что в помещении из-за строительства не возникло проблем. Можно утверждать, что в половине случаев недостаточный приток воздуха, нет датчика угарного газа. Во всех этих квартирах есть вероятность выделения угарного газа. Речь идет скорее о тысячах или десятках тысяч квартир. Их сравнительно много. Но неудачное строительство – это только часть проблемы. Другая ее часть – обслуживание газовых приборов. Мы заметили, что устройства вообще не обслуживают. Очень часто их просто устанавливают и оставляют на 10, 20 и больше лет. А если их не обслуживать, газ не будет полностью сгорать и будет выделяться угарный газ. Иными словами, даже если газовое устройство установлено правильно, многие его просто не чистят. Если это еще можно объяснить незнанием, то отсутствие в домах элементарных средств безопасности понять сложнее. Так как человек не чувствует угарный газ, у него нет ни запаха, ни цвета, единственная возможность понять, что в воздухе отрава – это датчик. Если посмотреть на эти события, места, где были несчастные случаи, на которые мы реагировали, очень часто датчиков угарного газа там нет. С начала этого года наличие датчика обязательно, если есть газовое устройство. Но да, к сожалению, они все еще не очень распространены. То есть фактически спасатели столкнулись с той же проблемой, что и несколько лет назад. Только теперь люди отказываются понимать важность не дымового датчика, а датчика угарного газа. Сегодня это самое дешевое и самое, скажем, научное решение. Он работает постоянно, он никогда не спит, никогда не отдыхает, и он дешевое, но очень эффективное средство для предотвращения несчастных случаев, которых можно избежать. Эта ситуация действительно похожа на время, когда мы только начинали рассказывать о дымовых датчиках. По словам экспертов, зачастую люди уверены, что им достаточно одного дымового датчика. Возможно, люди не знают, что именно следует делать, ведь на этих людей возлагается много ответственностей, и ориентироваться в этом зачастую может быть очень сложно. Дымовой датчик не может обнаружить угарный газ. Он реагирует на реальный пожар, на процесс горения. А в таких ситуациях датчик угарного газа не поможет. Важно помнить про оба датчика и установить их оба у себя дома. Разумеется, когда случаются несчастные случаи, люди начинают больше интересоваться этой темой. К сожалению, так всегда с несчастными случаями. Об этих темах начинают говорить больше. Получается, решить проблему очень просто. Надо только пользоваться помощью специалистов и заботиться о собственной безопасности, а не надеяться на авось. Но на деле люди обращаются к профессионалам и покупают датчики, только когда в СМИ появляется очередная заметка о том, что кто-то отравился угарным газом. Сражение с ветряными мельницами годами. Мать-ребенка с ограниченными возможностями пытается получить от властей положенное по закону. На ее пути уже встали судебные разбирательства и беспощадная бюрократическая машина. Есть ли шанс на победу? Марина Лавриновская 55-летняя женщина, чья жизнь полностью посвящена заботе о своем сыне Артеме. Да, о сыне, теперь и о маме тоже. В двухлетнем возрасте Артем заболел менингококовой инфекцией. После продолжительной болезни врачи вынесли Артему страшный вердикт стопроцентная инвалидность. Инфекция нанесла мозгу Артема непоправимый ущерб. У нас было так, что врач был такой день, момент, я его помню на всю жизнь, когда врач сказал, что мамочка, вот сегодня наступает ночь, когда будет понятно, или ребенок уйдет из этого мира, или мы будем бороться с ним здесь. Но это не все препятствия, которые встретились на пути Марины и ее семьи. В 2016 году произошел конфликт с дневным центром Кяо, который посещал Артем. Мотивируя свое решение тем, что замечания, которые Марина писала в центр в течение последних 10 лет стали носить личный характер, а сама она сделала работу центра практически невыполнимой, центр расторг договор в одностороннем порядке. М. Лавриновская постоянно нарушает покой дневного центра, препятствует предоставлению услуги другим нуждающимся и подрывает чувство безопасности всех посетителей центра. Я бы хотела сама знать, что же я там такого сделала, причем самое интересное, Дмитрий, я в силу своих семейных обстоятельств я могла там быть максимум 2-3 раза в год, потому что мне не вырваться, я не могу из дома. Расторжение договора пришлось оспаривать в суде. Таллиннский административный суд полностью удовлетворил поданный от лица сына Марины иск, признав расторжение неправомерным. Удовлетворить жалобу Артема Лавриновского. Но на этом препятствия не закончились. Ответчик, то есть город Таллинн в 2018 году решил обжаловать постановление в Таллиннском окружном суде и опять проиграл. Оставить без удовлетворения ходатайство города Таллина, в котором город просит оставить жалобу Артема Лавриновского без рассмотрения и прекратить производство. Но и на этом разбирательство не закончились. Как говорит Марина, сегодня она вновь вынуждена сражаться с бюрократической машиной. Женщина утверждает, что получить помощь с транспортом та еще задача. Единичная транспортная услуга это услуга, с помощью которой человек с ограниченными возможностями может поехать на восстановительное лечение или реабилитацию. Услугой можно бесплатно воспользоваться в пределах Таллина 10 раз в год. Да, вы не ослышались, речь идет о 10 так называемых разовых поездках в год, за которые сегодня для своего сына сражается Марина. Если очень упростить, чтобы получить услугу, родитель должен предоставить ходатайство о получении транспорта в районную праву по месту жительства. Там ее рассматривают и отправляют в городской департамент, который в свою очередь заказывает эту услугу у транспортной фирмы. Логистик фирмы Термак общается с родителями, уточняет график и все условия. Если случается, что заказ неправильно оформлен или не подходит клиенту, логистик возвращает его в районную управу и уже управа уточняет у родителя данные. В конце сентября Марина отправила свое ходатайство в районную управу Пиретта, однако тут же столкнулась с первой проблемой. Позже в 18.00 транспорт получить не удастся, а занятия в центре заканчиваются в 18.30. На основании действующего договора, который действителен до июля следующего года, график составляется до 18.30. Это означает, что 18.30 это время, к которому клиент должен быть доставлен домой. Проблема номер два. В своем ходатайстве Марина попросила о транспорте в 13.30, так как занятия в реабилитационном центре начинаются в 14.00. Со мной никто не согласовывает, диспетчер вдруг присылает мне, вот, на следующий день, на один день, 13.50, то есть автобус по моему адресу в 13.50, то есть за 10 минут, в два часа начинается занятие, мы, естественно, не успеем, то есть мы должны опаздывать все время. Как итог, приходится ехать на такси. Тем временем в департаменте утверждает, что транспорт может приехать раньше, чтобы клиент точно успел к началу занятий. Логистик звонит и предлагает с учетом дорожной обстановки в городе, всех этих пробок и объездов прислать автобус пораньше, чтобы успеть на место вовремя. Подходит ли это клиенту? А Марина сокрушается. Зачем заказывать автобус, которым невозможно будет воспользоваться? Заказали, то есть деньги потратили, то есть бессмысленно выкинули их. Для кого, зачем это делается? Чиновники районной управы Перета отказались от интервью на камеру, ограничившись лишь письменными ответами. Перед тем, как представить заказ, клиенты уведомили, что указанное в ходатайстве время обратной поездки в 18.30 невозможно предоставить. Мы также не получили обратной связи от клиента, можно ли изменить время прибытия на полчаса. К сожалению, это не удовлетворило клиента, и она аннулировала все заказанные поездки. Клиент подал ходатайство, получил график, сказал логистику, что график не подходит, и написал претензию. Мы снова рассмотрели этот заказ и изменили время, а клиенту опять не подошло. Возможно, эта сказка о потерянном времени – результат банального недопонимания со стороны клиента. А может быть, минуты теряются в жерновах бюрократической машины. Как бы оно ни было, после нашего обращения нас заверили, что с семьей Марины свяжутся индивидуально и попробуют найти компромисс. «Я сама общалась во вторник с социальным работником районной управы. Работник сказал, что отправит клиенту письмо и хочет встретиться с клиентом и его семьей, чтобы найти решение этой проблемы, если будет необходимо составить новый график поездок». изменить уже начиная с 2019 года. «Мы планируем изменить ситуацию со следующего года. Переговоры с автопарком термок уже идут. Для изменения графиков нужно найти дополнительные автобусы, которые могли бы обслуживать дополнительные заказы». и упразднить цифру в 10 поездок в год. «В новом постановлении не предусмотрено конкретное количество поездок». Увеличение количества поездок – это неоспоримый плюс. Но для начала было бы здорово договориться хотя бы об одной. Иначе какой толк хоть от 30 поездок в год, если весь заказ приходится аннулировать? А на этом наша сегодняшняя программа подошла к концу и мы благодарим вас за внимание. А я, уважаемые телезрители, напомню, что вы всегда можете прислать нам свою историю. Для этого достаточно написать нам письмо на адрес электронной почты insidesobachkaerr.ee позвонить нам в редакцию по телефону 628 40 95 ну или отправить нам личное сообщение в нашей группе в социальной сети Facebook. Титры вы сейчас видите на своих экранах. А я с вами не прощаюсь, ведь всего через несколько минут мы с вами увидимся вновь в программе интервью недели. Сегодня наш гость депутат Риги Когу Свен Сестер. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова